Всех потрясло чудовищное хладнокровное убийство под камеру американского журналиста Джеймса Фоули, совершенное радикальными исламистами. И россияне, безусловно, искренне соболезнуют и скорбят с родными и близкими погибших. Почему такие дикие и варовские проявления происходят в мире в 21 веке? И почему в разных точках планеты возникают все новые конфликты и противостояния, в ходе которых агрессия порождает агрессию? Это, конечно, не риторические вопросы. Мы видим, что ощущение безнаказанности в мире прогрессирует, как заразная болезнь, а в результате падает цена человеческого права на жизнь. Я уже не говорю о других правах и свободах. При этом реакция части западных политиков на очевидные, казалось бы, преступления носит такой избирательный характер. Здесь вижу, а здесь не вижу. Посмотрите, что происходит в самом центре Европы, на Украине. Вот хотя бы один из последних и вопиющих примеров – это история пропавшего российского журналиста Андрея Стенина. Киевские власти молчат, игнорируя все официальные запросы со стороны России и требования российской и международной общественности, хотя есть основания полагать, что официальный Киев мог бы пролить свет на судьбу нашего репортера. Ну и при этом странно, почему эта ситуация никоим образом не тревожит наших западных партнеров. Я хотел бы подчеркнуть, что невозможно говорить о глобальной безопасности до тех пор, пока в Европе, в самом центре Европы продолжается вот такой кровопролитный конфликт, отчасти привнесенный извне. Но все-таки я надеюсь, что осознание общности стоящих перед нами задач придаст больше здравого смысла нынешней политике западных стран, ряда западных стран по отношению к России и поможет и восстановить доверие, и вернет полноценный партнерский диалог между нами.